привет часы и часов нет хотел сказать сколько время не знаю сколько время в общем время час наверно на месте нашего рынка по понедельникам плашиный рынок тимофей сказал у нас эти серии не заходит но мы и все равно с ними старьев щеки ставят нам дизлайки хотя не знаю почему это мы не любим да в общем снимем давайте покажем просто на месте нашего рынка на этой посоле и понедельникам происходит блошиный рынок вот да сейчас пройдемся посмотрим что тут они продают за барахли покажем ну вот у нас тут есть всякие татуэтки тапки посуда столовые приборы кто-то их уже ел этом платочки конечно это у старый постиранная как маляное но бывшее употребление вот всякие затычки для бутылок это для салфеток что там что-то посуда но полки они еще не хотят чтобы мы это снимали ну на самом деле ничего интересного для меня по крайней мере женщин еще и не хотят чтобы это снимал какие женщины продавцы почему ну слушай знаю нет говорит миссия не снимайте миссия скажи не понимает по-французски да не мне это вообще не интересно вот мы сделаем это как дополнение к ролику про рынок на косоле и который с продуктами и пластинки да есть и любители конечно коррекционеры а ты тоже плакаты могут быть ветки а это ты как-то смешно да а селях не тратить на работе есть что-то интересное такое да а есть откровенно вот это вот старый бабушка умерших вот кукла вот на сюда мне это купол от старыми таки ну да да бижутерка колечко опять же мы уже просто говорили какая-то странная погода светит солнце и капает уж мы уже просто не один раз говорили в ролике почему мы это не любим я не люблю это потому что даже если те красивые украшения которые здесь вижу их явно кто-то носила энергетика осталось вот то есть лично для меня а тимофей не знаю почему я просто не люблю старые вещи вот кто внутри вот таких вот ванночек советском детстве у нас было в каждом доме ну да вот руками по фруктуаль за эти конфеты пряники или же да 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 мебель посуда мебель в основном все блошиные рынки кассет но в париже мы целый магазин огромный видели с 9 дисками кассетами вообще в париже все блошиные рынки они распределяются по категориям товара то есть отдельно с тканями есть отдельно с техникой отдельно с мебелью посуда и так далее здесь я так понимаю все вперемешку но в основном я вижу посуду и мебель ну а тапки это кто-то носил ну конечно конечно кто-то носил да а вот эти шапочки вот эти вот да да нет это может быть где-то на складах что завалялись не распроданы обманывают ребята на самом деле не винтаж округа блин да вот этот огонь вас конечно тут выходить ну да да местные покупатели они общем-то похожи на тот товар который здесь продает и не могла ее не снять она просто мне кажется было с тех же времен как эти шапочки да да но все украшения конечно fix украшение есть красила и крошки но это я купить брошку это если ты хочешь сходить на кто-нибудь карнавал советро нарядов почему нет брошки красивые трости по стульку готов сидеть прикольный упору такой был фильма на трости трассе в общем очень большой рынок надо тут даже больше чем продуктов продается всего ну это и понятно внизу на на единственный все-таки если парижа не распределены по районам здесь здесь в общем вот так и еще много-много рядов я думаю я мне просто интересно стало я отстаю потому что вот этим губы лишь их вижу как эти как-то даже городских слышишь мне просто интересно каждый день их же нет они откуда вышли сегодня все они могут так наряжаться именно когда сюда сюда ходят и может быть они в таком виде не ходят каждый день а что ну нет по ней видно что она явно так но я таких еще не встречал здесь но пойдем только ради них только ради них нет на самом деле ничего против этих вещей не имею есть коллекционеры есть любители просто мне не нравится вот моим лично мнение такое поэтому но в общем то никому ничего не навязываем ну знаете что здесь на кустолей по понедельник амнице очень большой блошин рынок прямо здесь и выбор товаров и ассортимент очень очень широкий да конечно давай вот бетон например можно купить пару тысяч я думаю вот удивительно что ну да то есть бушный бетон стоит 600 700 евро цена то падает конечно но не сильно все сидят да у них у всех едой за ресторан время уже на бетках на сейчас сейчас она не вот вот сутрику конечно не рейтинг что нибудь если бы ну так не воняло и прямом переносном смысле а ну что касается запаха если он доводило жить в парижских квартирах запах такой запах парижа в общем-то это неплохо нехорошо старина и все такое вот книги книги посуда да очень много посуды приборов столово вот если этот канделябр знаешь какой-нибудь кентеральского приведения за ним не придет там с цепями это мой подсвечник вот так не будет у меня ночь но тоже только очень вот это смотри на мука нибудь там мисси это мадам франческо кушала этими ложечками на советский шапки нет судя по состоянию тут некоторые столовые приборы не как новые выглядят может быть это действительно где-то завалялись то или просто перекуплены продают новое медали да ну медали везде не продаются покупаются оснастить ну конечно продается но это моя любимая часть хотя в девяностые все мы одевались секонд-хендер не одевалась никогда вот и не одевалась ну молодец не надо то что все мы одевались а я говорю мой про то что он про себя про свое общество не одни мы с тобой это не делать мы все одевались секонд-хендер немецкие преимущественно были шмот конечно 1 спросить но ты знаешь они все говорят я думаю там чем старше тем дороже будет запах идет ну да и я так взяла вот и ряды 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 приборов плит как дешево но тоже на пене копают эти вещи по 10 значит у них много но красивые не вот этот красивые штуки вот этим знаешь можно фото что такое и даже нет расчетная машинка или шифровальная это что-то такое да ну вот смотри обставляешь какую-нибудь лофт можно поставить красиво ну да не другое дело вот эти вещи которые не нужно на себе носить и которыми не едят вот это прикольно там подзорная труба фара вот это огромная фонарь вот красивый фонарь предметы интерьера в принципе да есть неплохие если они тут медные и бронзовые вот это красиво а посмотрите не приблизит они их обед они кушают дыньку с винишком молодцы вот молодцы да опять посуда тоже не тесно патефоны бабочки живых мир передернул получил вот такой рынок вот мы такой тогда незаметно в общем-то прошли весь небольшой по сравнению с большим еще ни разу не попадали за это все время а прошлый понедельник мы где были мы с ребятами в монако а мы да точно нас тут не было мы и не видели что-то без то заканчиваем серию а я буду спрашивать у друга сколько стоит зонтик 10 евро я тебе сразу скажу да обзор и обзор вот такой вот обзор блошиного рынка если вам нравится то тут интересно мне показалось что интереснее чем в корише хотя маленький но наверно до разнообразия больше и можно посмотреть может что-то выберете себе интересное ну все пока